Максим, а ты заметил, какие вокруг красивые, яркие деревья? А как пахнет уходящим теплом? Так здорово, люблю осень. А ты? Настя, знаешь, совсем нет. И сил нет, и вообще ничего не хочется. Хочется лечь и лежать. Хотя даже лежать не хочется. Вообще ничего не хочется. У меня, наверное, осенняя хандра. Ну, тогда давай передачу сегодня начну я, а к концу выпуска от твоей хандры ничего не останется. Итак, здравствуйте. В эфире хорошие новости. И сегодня передачу буду вести я, Анастасия Шаркова. А помогать мне, ну, в меру своих сил, будет Максим Анохин. И сегодня в выпуске мы будем бороться с осенней депрессией. Ну-с, как любят говорить врачи, на что жалуемся? Вот ты знаешь, вот на работе премию не дают. Начальник в отпуск уехал. Чай не сладкий, цвета черно-белые. От друзей насморк и даже любимый глазированный сырок стал ненасыпным. В магазинах ни на что глаза не влияет. Да, список можно продолжать бесконечно. И все это признаки осенней хандры, которая может перерасти в затяжную депрессию. Все дело в смене биоритмов. Спад активности наблюдается как раз по причине того, что нам приходится вставать по утрам на работу практически ночью, тогда как вечером мы возвращаемся уже после того, как село солнышко. Небесное светило ведь существенно сказывается на самочувствии жителей Земли. Летом именно солнце является главным источником эндорфинов и гормонов меланина для человеческого организма. То есть уменьшение дозы этих гормонов. И есть главная причина осенней хандры. Поэтому вот первый совет для тех, кто испытывает схожие с Максимом симптомы. Добавьте количество искусственного света на работе и в квартире. Это придаст внутренних сил, а также позволит легче пережить ощущение того, что лето уже прошло. А еще просыпаться лучше не в темноте. Пусть ее разгоняет приглушенный свет ночника. Так прямо с самого утра ты будешь бодр и весел. А о том, что лучше в осенний период употреблять на завтрак, и не только, расскажет Ирина Степанова. Рон Солнцин говорил, что не существует грусти, которую нельзя излечить завтраком. И действительно, в период осенней непогодицы, большую роль играет то, как вы начнете свой день. То есть завтрак. Сейчас я вам расскажу, какие продукты можно употреблять, а вот от каких осенью лучше отказаться. Отличная новость для сладкоежек. Шоколад – это источник эндорфинов, благодаря которым заряд хорошего настроения вам будет обеспечен. Также способом выхода из осенней депрессии являются такие продукты, как имбирь, мед, грецкие орехи и курага. Если вы не любите рыбу, то вам стоит пересмотреть свои взгляды и подружиться с ней, хотя бы на время осени. Именно рыбка и рыбные продукты не только обогатят ваш организм фосфором, но и станут источником энергии. Запахи играют большую роль в борьбе с хандрой. Лимон, корица и грейпфрут – именно они должны находиться вблизи места употребления пищи. Пейте зеленый чай, настои из женьшеня, зверобоя и шиповника. Данные напитки не только отлично тонизируют организм, но и служат в какой-то мере успокоительным для вас, тем самым защищая от негативных эмоций. А вот от алкогольных напитков откажитесь. Они не дают вам повода для радости, скорее совсем наоборот – приводят вас в уныние. Также стоит ограничить себя в жирном мясе, сахаре, кофе и черном чае. Сейчас мы проведем интересную викторину. Я за 3 вопросов на тему сюжета. На каждый из вопросов будет 4 варианта ответа, но лишь один – верный. Источником чего является шоколад? А. Таурина, Б. Глицина, В. Эндорфина и Г. Кокоса. Эндорфина. Эндорфина, наверное. Эндорфина, наверное. Абсолютно правильно. Какой напиток тонизирует организм? Кока-кола, зеленый чай, уксус или кофе? Зеленый чай, кофе и кока-кола, мне кажется, тоже. Зеленый чай. Зеленый чай. Абсолютно верно. Какой приз вас ожидает сейчас? А. Объятие корреспондента. Б. Шоколадка. В. Поцелуй нашего красивого оператора. И квартира в центре Москвы. Ну, в общем, конечно, я ни от чего бы не отказалась. Но думаю, шоколадка. Абсолютно верно. Пожалуйста. Держите, ваш приз. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Детям. Спасибо всего доброго. Надеюсь, не поцелуй операторов точно. Ну, тогда тебя ожидает шоколадка. Молодец. Спасибо. Спасибо. Куча объятий ваши. Объятия? Спасибо большое. Ну, а я в свою очередь пойду и угощу своих друзей и близких этой плиткой шоколада. Тем самым подниму им настроение. Ирина Степанова специально для хороших новостей. Очень занимательный сюжет. Ну, хорошо. То, что кушать, я понял. Ну, а если этого кажется мало, есть еще какие-то способы, чтобы улучшить настроение и поднять боевой дух? Есть. И не один. Ну, от эндорфинного питания и светотерапии переходим к светотерапии. Для того, чтобы позитив был не только внутри тебя, но и снаружи, необходимо украсить сведо яркими акцентами. Для этого прекрасно подойдут ярко-оранжевые листья, апельсины, яблоки, разноцветные ленты и даже шарики. А на рабочем месте можно расставить фотографии с самыми радостными моментами прошедшего лета. Кстати, о работе. О том, как не уставать в офисе и не приунывать в осеннее время, сюжет Александра Бибер. Осенью особенно тяжело собрать все свои мысли и настроить себя на рабочий лад. Ведь под воздействием серой и унылой погоды за окном мы превращаем свою работу и жизнь в целом в рутину. Но не волнуйтесь, есть действенное лекарство и это идеальный распорядок дня. Все мы знаем про завтрак, но не все учитываем этот прием пищи. Полноценный завтрак с утра – это витамины и энергия на весь день и, как следствие, первый шаг по борьбе с усталостью. Регулярный полноценный завтрак снижает уровень кортизола, гормона стресса. Плюс утренняя трапеза позволяет активно запустить метаболизм. Кофе полезен и это доказано научно. Вопрос только в потребленном количестве, так что следите за чашками. Несколько чашек кофе в день помогут не только повысить ваш метаболизм, но и умственную деятельность. А больше двух-трех не только пагубно повлияют на ваш запас энергии, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы. Наш главный друг от усталости – это простая вода. Следите за потреблением жидкости в течение дня. Что, сколько и когда вы выпили. За утреннее время и при сборах на работу выпейте как минимум два стакана. Мы привыкли сидеть за рабочим местом до потери пульса, а ведь это значительно уменьшает нашу продуктивность. Поэтому сделайте маленький перерыв. Например, украсьте рабочий стол. Поставьте ваши любимые книги, яркие предметы, а также грамоты и почетные статуэтки. Это будет мотивация к новым достижениям. Не забываем про воду. А также делать маленькие перекусы. Благодаря им ваш организм никогда не будет голодным. После рабочего дня не думайте о грядущих планах, задачах дома. Оставьте их на работе. Возьмите листок бумаги и напишите на нем все, что вам нужно сделать на следующий день. И оставьте листок на столе. Тогда вы сможете отвлечься и отдохнуть. Наполните вечер эндорфинами. Чтобы снять усталость, накопившуюся на работе, раскрасьте свой вечер приятными встречами. Пригласите вашего друга на прогулку. Свежий воздух и хорошая компания вдвойне поднимет вам настроение. Проветрите помещение перед сном. А лучше оставьте окно на проветривание на всю ночь. На свежем воздухе спится намного крепче. Кофе на ночь – вздор. Речь идет не только о кофе, но и о кофеиносодержащих продуктов. Зеленый и черный чай, шоколад. Вы еще больше взбодритесь, и тогда вас ждет бессонная ночь. Поэтому за 2 часа до сна ограничьте себя от этих продуктов. Из-за дурной привычки постоянно перед сном сидеть в телефоне, мы плохо спим и на утро встаем раздражительными и уставшими. Возьмите, например, книгу, а лучше квантовую физику. Отличная снотворная. Благодаря данному распорядку дня, вы с легкостью забудете, что такое усталость. И ваша работа не покажется вам изнурительной. Александр Губарь специально для хороших новостей. Вот такие советы нам дала Саша. А я продолжу реанимировать Максима. Ну, после таких советов я уже и сам могу кого-нибудь реанимировать. Я на самом деле знаю действительно работающую схему по выходу из депрессии. И это развлечение. Например, осенью вместо просмотра унылых сериальчиков, которые идут по телевизору, стоит сходить в гости к друзьям. Шумные кампании непременно выведут вас из состояния печали. Правда, ходят легенды, что такие кампании лучше посещать без алкоголя и никотина. Да и вообще, на время осени лучше придерживаться СОЖ. А вот подробности в материале Валерий Рябович. Постоянная усталость, недосып, плохое настроение – все признаки осенней хандры налицо. Хочешь от них избавиться? Тогда скорее поднимайся и пойдем заниматься спортом вместе с Михаилом. Как известно, спорт является лекарством от всех болезней, в том числе и от осенней депрессии. Физическая нагрузка заряжает тело энергией и понижает утомляемость. В наше время любой человек может найти себе такой вид спорта, который придется ему по душе. Например, обычная уличная тренировка или по-другому – ворк-аут. Правда ли, что занятия спортом являются самым эффективным методом при борьбе с депрессией? Да, я думаю, это так, потому что упражнения с собственным весом или, допустим, с железом, как и любой другой спорт или фитнес, они помогают справиться с хандроид, депрессией. И с занятием этими видами спорта или фитнеса тебе не нужно будет отвлекаться на какие-то проблемы свои, которые вводите в депрессию или хандроид. Базовое упражнение позволит вам привести тело в свою форму, в порядок, похудеть, либо накачаться. Для этого ничего почти не нужно, нужно лишь разобраться с питанием и немножко тренироваться. Вот и все. Можем их наглядно сейчас показать? Конечно, разумеется. Давайте пройдемте. Фух, депрессию как рукой снова. Теперь я точно знаю, что занятие спортом не может помочь поднять настроение в дождливые и осенние вечера. Проверено на собственном опыте. Лера Рябова специально для хороших новостей. Вот такими способами нам рекомендуют бороться с унынием наши корреспонденты. А что на это скажут жители города? Внимание на экран. Осень, наверное, самое красивое и восхитительное время года. Но, к сожалению, из-за осеннего уныния не каждый может оценить красоту этого времени года. Поэтому я решила поинтересоваться у жителей нашего города, как же они борются с осенней хандрой. Блин. Ну, вроде ее пока что нет. Ну да, вроде пока нет. Хорошая погода. Все хорошо. Гуляем? Да. И все? Да. Хороших людей не бывает осенней хандры. Ой. У нас нет хандры, мы работаем. А если она появится? Появляется. У нас некогда ей появляться. Кто работает, ее нет хандры. На этом можно было бы и остановиться. Но мы решили, что рецепт выхода из осенней депрессии получился бы каким-то неполным. Поэтому мы подготовили так называемый топ-10 от хороших новостей. Поехали? Итак, первое. Создайте вокруг себя, пусть искусственную, но все же солнечную атмосферу. Второе. Кушайте витамины и продукты, их содержащие. Третье. Одевайтесь ярко и украшайте дом или офис очень красочными акцентами. Четвертое. Больше гуляйте на свежем воздухе. И, кстати, дождь не повод отлынивать от прогулок. Скорее наоборот, естественное закаливание перед долгой зимой. Пятое. Это откажитесь от привычной чашечки кофе. Замените его зеленым или травяным чаем. И обязательно с плиткой шоколада. Самым вкусным источником гормонов радости. Шестое. Воздержитесь от употребления сигарет и алкоголя. Они и так постоянно отравляют наш организм. Дайте ему передохнуть. А лучше откажитесь совсем. Ну и седьмое. Этот пункт скорее для девушек, но и парням, и что девичьи, не чуждо. Еще одно средство – это шоппинг. Занимайтесь покупками ради собственного удовольствия. Восьмое. Чаще встречайтесь с друзьями. Можно пригласить их в гости. Можно наведаться самому и провести вечер в шумной, но веселой и без исключения всем приятной компании. Девятое. Займите свободное время интересными настольными играми, живыми квестами, шарадами и головоломками. Или запланируйте пусть небольшое, но путешествие. Новая обстановка – прекрасное лекарство от осенней хандры. И, наконец, десятое. Старайтесь мыслить позитивно. А помогут вам в этом наши хорошие новости. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Боролись с сынами Максим Анохин. И Анастасия Шаркова. До встречи через неделю. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»